В эфире радио Филадельфия 106 и 5 FM В Филадельфии 7 часов вечера Игорь Бабушкин Главный редактор нашдом.в в прямом эфире на радио Филадельфия 106 и 5 FM Игорь, как всегда, очень рад, что вы сегодня с нами Взаимно, спасибо Приветствую вас и ваших радиослушателей Как всегда, рад вас слышать Игорь, очень интересно узнать, что у вас Мы сегодня анализируем преступность Мы сегодня анализируем вот этот протест в Канаде с драк-драйверов И мы об этом говорим сегодня Но я хотел бы начать с того, чтобы узнать, что у вас в нашдом.ус Вот было интересно то, что вы вот рассылали вашим читателям и многим нашим радиослушателям, которые получают ваши кликаны Ну, я просто допомню, о чем речь идет Культура, туризм и так далее Вот То есть, те разделы, где появились новости, те разделы вы и получаете Соответственно Да А по поводу Канады Ну, что можно сказать Трюдо, конечно Мы с вами говорили, что я попал на Трюдо И у меня к нему личная, как говорится, претензия Потому что я два года планировал поездку в Ньюфаундленд И потерял ее То есть, потерял все бронирования Все абсолютно отменено было Потому что все запрещено То, что там творится, когда мы разговаривали с этими отелями, ресторанами, турфирмами Они вообще в шоке То есть, им просто кушать нечего Вообще То есть, два года сидеть без туризма Это нечто И то, что он открыл в августе этого года Когда уже туризм там закончился Там в июле в основном Все, июнь, июль Да То есть, он открыл, когда закрылся этот самый Знаете, как под занавес Кино кончилось Открыли двери Вот Ну, с грузовиками Смотрите, что получается Получается так, что водители Которые пересекали канадскую границу Должны были сидеть в карантине Американские водители Которые возвращались в Америку Должны были просто показать нормальный тест Ну, как на самолете Хотя, тоже непонятно Понимаете, Байден придумал вот эти 7 Придумал, что 24 часа должен быть тест Иди его попробуй где-то сделай Чтобы за 24 часа уложиться То есть, когда у тебя 3 дня То ты можешь где-то в крупном городе А иногда водитель Представьте себе Он едет там, может быть, через всю Канаду Или где-то И он должен делать этот тест Он не может его сделать в крупном городе далеко Потому что срок уже истекает Ведь срок идет от забора теста А не от того, когда получили результат Вот я, например, улетал сейчас из Патагонии Да, и у меня была такая проблема Что тест надо было сделать так Чтобы именно в момент вылета моего И уже окончательно из Сантьяго Не прошло 24 часа И, в общем, это было, конечно, ужасно То есть, мы сделали тест И улетели из этого города И пришлют ли нам его обратно Было бабушка на двое сказала Ну, в общем, вот так вот Ну, а преступность Если мы говорим о преступности То сегодня большая статья Она появилась, наверное, уже после рассылки Что Шумер переходит к введению дополнительных мер По контролю над огнестрельным оружием Но демократы сходят с ума Да простят меня те, кто нас слушают, демократы Может быть, к ним это не относится И я уверен, что не относится Но, понимаете, в то время, когда Такие города, как Чикаго и Нью-Йорк Вообще, Калифорния Погрязают в преступности Бороться с приобретением личного оружия Ведь, смотрите, в Вермонте Там и другие штаты Где ношение оружия разрешено Спокойно Там все нормально А именно там, где самые жесткие меры Уже куда жестче В Нью-Йорке получить лицензию на оружие Вообще невозможно Ну, практически невозможно Да, то есть, кто-то когда-то Кто-то сумел получить А сегодня новым это почти нереально Так вот, они хотят это еще больше ужесточать И Шумер под это дело просит полтора миллиарда долларов Под вот эти вот ограничения Ну, нормально вообще Они сумасшедшие Они вливают эти сумасшедшие какие-то деньги Они вешают долги на всю страну Загоняют эту инфляцию в неизвестную куда То есть, деньги обесцениваются Ну, в общем, это кошмар Я не знаю Я уже жду, когда же ноябрь наконец наступит Чтобы республиканцы пришли И дали по ушам этому Шумеру, Пелосиеву И ежи с ними Ну, вот такая вот Моя позиция В этом вопросе Понятно Вот как насчет Вот Мне интересно ваше мнение Байден заявил, что на это место Которое освободилось в Верховном суде Он хочет поставить чернокожую женщину Это сам по себе суть Позиция Это такая российская Да, не самого лучшего человека Кто подходит А именно вот по цвету и по полу Да Это первое Второе Я лично считаю, что тут разницы нет У нас здесь в нашем городе прокурор Главный Краснер его фамилия Он фактически, ну, так сказать Разрушает То есть преступность у нас очень большая сейчас Благодаря тому, что он делает И поставить такого мужчину Белого, как Краснера туда Он, 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 он Там, так сказать На твоих делах будь здоров Это не зависит от кожи От цвета кожи и от пола Это зависит от нервовления людей И вот когда Байден говорит о том, что это чернокожая Женщина Это чисто пиар-акция Для своих, ну, вот Для своей аудитории Вы согласны с этим или нет? Вы понимаете Тут вопрос немножко, мне кажется, более сложный Во-первых, он говорит, что он хочет чернокожую женщину Человек, который уходит с поста Он, в принципе, либеральный Такой, не консервированный Он либерал Если бы Байден сказал, что он хочет поставить демократку Либеральную демократку, например То есть сделать реплейсмент такой Один к одному Но, чтобы она желательно была бы, например, там Женщина Вот, и давайте посмотрим Нет ли у нас там в афроамериканской комьюнити что-то Но когда ставится просто женщина черная Ну, это расизм Во-первых, подразумевается, что черные женщины Все абсолютно должны быть демократки Либералы Потому что, естественно, что Байден хочет получить там демократическую единицу Значит, когда он объявляет, не называя партию Не называя взгляды политические А просто говорит о цвете кожи и прочем То он, как бы, всех чернокожих женщин страны Ставит на одну полку в политическом плане Я понимаю, что Верховный суд у нас считается не политическим Но это только считается На самом деле он уже давно политический И каждый президент стремится заполучить там большинство Значит, нынешний ставленник это ставленник Клинтона Клинтон был демократ, еще какой Это мы все знаем Поэтому, конечно, будут искать замену подобную Но это чистой воды расизм Это оскорбление, я считаю, что чернокожих женщин Просто оскорбление Потому что наверняка Наверняка, ну, я просто не знаком Но наверняка есть чернокожие женщины, которые республиканки И, значит, они сегодня, по идее, могут сказать Байдену А почему не я? А почему не я? Чем я хуже, чем вот это вот? Значит, если вас не интересуют политические взгляды А только черная женщина Так давайте поборемся И сейчас я бы на месте республиканцев Может быть, бросился на поиски таких Очень сильных чернокожих женщин Раз уж поставили такое условие Бросился бы на поиски чернокожих Сильных республиканских женщин Адвокат Адвокат, да Ну, Леру Вот Ну, вообще, конечно У чувака этого С мозгами-то Совсем уже запредельно Вы знаете, я тут собрался сделать видео ради интереса Что-то как-то навеяло Смотрел видео его инаугурации Показывали Почему-то к этому вернулись на телеканале Дождь И я смотрю, у меня что-то в глазах рябит Я ничего не понимаю То есть показывают прямой эфир Клятву приносит Байден Помните этот момент, да? Он стоит там, приносит Да Значит, я не знаю Там люди, наверное, не снимали на видео Не давали, там не разрешали доставать Может быть Потому что нигде не видел Съемок любительских этого события великого Но профессионально то, что на Ютьюбе выложено Значит, извините меня Это не прямой эфир Это запись Запись, причем сделанная в разные чуть ли не дни Потому что за Байденом стоят на каждом кадре разные люди Вот ради смеха прокрутите Зайдите на Ютьюб Возьмите любую совершенно запись присяги Байдена И посмотрите И когда камера меняет ракурс За Байденом другие люди стоят Они не могут там появиться другими У него вся запись полторы минуты Вся его клятва За эти полторы минуты все стоят Не шелохнувшись, открыв рот И слушают этого спящего Джо Значит, no way Там разные люди на кадрах Это потрясающе совершенно Я удивляюсь, как это не удалили вообще все эти видео Вот, но, понимаете Это значит, что он просто не в состоянии был вообще прочитать даже присягу с первого раза То есть то, что он там, может быть, читал Может быть, им пустили запись этим ребятам в микрофоны Которые там собрались на площади Ну, видели они, что стоит чудак Там что-то говорит, болтает наверху Значит, в микрофоны пошла запись наверняка И вообще тогда получается, что мы имеем президента Который нормально, принародно присягу не принял Ну, вот как вы думаете? Вот я вам вот задаю вопрос Что бы вы сказали по этому поводу? Понимаете, здесь, ну, я, наверное, не особенно обращал внимания Но ладно, тогда забыли это было, там и в видео это можно менять, это все здесь монтажировано, там присяга была, там были тысячи людей я бы наверное на это не особенно обращал больше меня волнует политика, меня волнует самоотношение, вот например смотри, вот например я речь не считаю и вы здесь тоже об этом не раз говорили вы не считаете, что Москва пойдет войной против Украины я считаю, что те воли, которые сейчас есть на границе у России, этого не хватит им завладеть всей Украиной может быть какие-то регионы но всей Украиной это нереально просто там они будут сопротивляться в Украине сейчас уже 250 тысячная армия у них там они будут сопротивляться и Украина это не Крым маленький это серьезная страна поэтому Россия безусловно сильнее Россия безусловно может завоевать Украину Россия безусловно может победить я не оспариваю это, что Россия мощнее армия больше населения в три раза и так далее но тех сил, которые вот сейчас у России есть возле границы этого абсолютно недостаточно для проведения вот такой массовой операции против всей Украины может быть Россия в короткие сроки это надо делать мобилизацию может быть Россия в короткие сроки может это сделать но само руководство Украины говорит, что там опасности большой они не видят разницы в количестве войск тоже не видят тут Америка забирает людей из посольства Англия забирает людей из посольства значит ажиотаж идет конкретный где гривна падает да, там люди продают иностранцы недвижимости и пытаются уехать ажиотаж, где уже Зеленский сказал что вы отрестаньте, так сказать, что вы с него сбегали то есть все, так сказать, все в порядке тем не менее вот Байден нагнетает сегодня для чего вот это ему надо сегодня Путин, правда сегодня вот у него есть сейчас мы в позору в эфире радио Филадельфия 106 и 5 FM Филадельфия 7 часов вечера Путин сегодня сделал определенные заявления впервые от них где он использовал вот это слово вот мы, кстати, интересные комментарии по этому слову Запад кинул Россию ну да, кинули вот это Запад кинул Россию вот это вот меня вот это это извините меня сколько лет? 30 лет прошло, да? после развала СССР там эти 20 лет ну терминология сейчас это пошла Запад кинул Россию понимаете? это что такая вот дворовая, знаете? ну для тебя давайте поясним не все владеют жаргоном кинули это может быть бросили как бы на произвол судьбы в данном случае кинули как бы сделали обман кинули слово можно по-разному воспринимать да кстати, кстати, очень интересно я смотрел я смотрел переводы американских тут и зме вот поэтому они такие не понимают что такое кинул понимаете? что имел ввиду Путин словами кинул мы-то русскоязычные люди мы это понимаем что он имел ввиду многие, кто для кого русский язык не разное они не могут говорить сути это поэтому вы понимаете что он имел ввиду для меня это определенный настрой нации против запада и против Украины вот таким вот словом кинули нас кинули тут уже провели аналогию его любимый Михалков в фильме Жмурки в середине 90-х вот он своим бандитам там говорит ребята вас не обманули вас кинули вот это уже туда проводят линию между вот этим бандюганом в красном пиджаке которого играет Михалков и Путиным президентом но он сам себя закапывает конечно опускает но знаете в России кому-то нравятся бандиты может быть хулиганы знаете смотрите этот шансон вот эти песни все там блатные Высоцкий на них популярность получил этот самый как его Розенбаум только на них и выехал в общем-то да то есть ну это в России как-то ценится почему-то там вот этот Централ там какой-то Владимирский и так далее вот эти песни все они звучат до сих пор да и страна по-прежнему считает себя в концлагере поэтому воровской закон там не исчезает и он остается поэтому Путин и использует его может быть он со своими дружбанами там и болтает по фене где-нибудь там где шашлыки жарит со своим Кожуметовичем или как его там когда они это по тайге бродят вот ну что можно сказать нападет не нападет да я тоже сказал в прошлой передаче с вами что сил маловато для реального нападения конечно если у этого невменяемого вдруг захочется ему ракетами кидать но смотрите он вы говорите что Америка подогревает вот сегодня Финляндия получила от России письмо по вопросам безопасности так же как 57 государств ОБСЕ у всех Путин попросил подтвердить его безопасность слушайте ну это как вообще называется ну ну представляете если там сидит где-то какая-нибудь африканская страна и рассылает по всему миру значит они нападете ли вы на нас потому что мы тут посредине ну Куба Куба сейчас рассылала Канаде Америке не знаю Колумбии всем подряд вы не собираетесь на нас напасть ребята с какого будуна почему напасть почему Финляндия вдруг должна напасть на Россию зачем это делать он же не глупый человек зачем он это делать это какая-то цель есть какая-то цель есть ну во-первых конечно он за счет вот этого ажиотажа вдруг стал на первых страницах газет понимаете у него все-таки там 24 год он собирается выбираться и потом у него очень плохо с рейтингом в принципе вот и сейчас уже народ опять говорит там пусть будет Путин лишь бы не было войны мол Путин восстановит войну знаете ну вот может быть это тоже смотрите Макрон с ним по телефону говорил Макрон сейчас собирается ехать в Москву два раза они уже поговорили и вроде бы Макрон собирается туда поехать в Москву Макрон извините меня там сейчас председатель в Евросоюзе там временный но у него выборы через 4 месяца у Макрона и у Макрона тоже ситуация аховая потому что с одной стороны Путин это внешняя политика с другой стороны у него внутри страны проблем хватает вот поездка это может ему сыграть и в плюс и в минус во-первых никто не знает как она для него закончится эта поездка если он ничего не добьется то получится что у него плохо и внутри страны и снаружи он ничего не решает то есть так бабушка на двое сказала вот Байден ну Байден тоже пытается изображать что-то после Афганистана какую-то игру может быть ему тоже хочется в солдатики поиграть знаете он по ним может быть ему советники говорят что ничего не будет ну слушайте ну давайте там покричим может быть под это дело денег получим и вообще тут какой-то разовьем видимость активности вот поэтому трудно сказать кому больше надо больше надо Путину или больше надо вот этим всем ребятам каждый из них что-то ищет политика дело тонкое не только на юге да так что надо будет посмотреть к чему это все приведет но какие-то провокации они делают в Донбассе Путин конечно Донбасс пытается под себя прихватить то есть смотрите они сейчас там в законы ввели для тех кто получил российские паспорта что они теперь могут пользоваться льготами они могут получать там надбавки они там пенсии то есть они теперь не привязаны к прописке для них сделали такое исключение да это серьезное решение то есть это это серьезное решение во-первых для российских пенсионеров которые фонд которых значительно уменьшится опять-таки за счет этих хоть и не и миллион там но все равно это люди вот а пенсионный фонд там дербанят налево и направо как оказалось у Кадырова чуть ли не полбюджета питается из пенсионного фонда России 142 миллиарда по-моему рублей пошло из пенсионного фонда России в бюджет Кадырова да так что не знаю не знаю трудно сказать чему это придет каждый день нам несет какие-то новшества видите Путин выждал именно вот этого венгра чтобы под его соусом значит вот это все прокричать сейчас уже сразу на его крики откликнулся запад по поводу Румынии и Польши о том что говорят ну пожалуйста приезжайте и смотрите на то какие ракеты Путин заявил что ракеты которые в Румынии и в Польше они могут нести ядерные заряды тамагав значит ему сказали уже сегодня заявили что ему предложили обмен информацией по крылатым ракетам приезжайте в Польшу и в Румынию и посмотрите какие там установки но только взамен на то что мы поедем посмотрим ваши кое-какие базы пока что Москва молчит ничего не ответил но это все развивается очень быстро знаете наши цепляются тоже там за слово кинули они может быть и не зацепились но за то за то что Путин назвал Польшу и Румынию что там стоят специальные ракеты которые можно оснастить томагавками значит за это ухватились сразу и сразу Путину сказали давай давай меняться информацией вот американцам может быть эта информация очень интересна что вообще там делается в этой России да хотя вообще не понимаю что там может летать смотрите завод КамАЗ остановил производство военной техники они же делали там военные грузовики какие-то или еще что-то потому что испугались санкции потому что под санкциями завод КамАЗ останавливается у них практически все абсолютно покупное весь КамАЗ который выигрывает вот эти гонки там Дакар он состоит полностью абсолютно из западных частей и моторы и сцеплений и подвески и все остальное ну в общем так же как на 70% этот самолет сухой так же как этот Жигули который там делается и прочее и прочее то есть не знаю что там у него летает у Путина этот черт его знает может и летает трудно сказать подождите там летает там сейчас сделали новый кукурузник он поднялся на 500 метров он был знаменит кукурузники помните кукурузники? да я помню кукурузники я помню 12 ракет которые я помню 12 ракет с Каспийского моря которые неизвестно где упали вот это я помню я думаю кукурузник называется название поменяли Байкал теперь уже не кукурузник а Байкал хотя то же самое не всякий кукурузник долетит до середины Байкала что-то делали это такое достижение большое в какой-то степени об этом много пишется но сам факт того что понимаете вот говоря о России и армии я как-то читал статью не так давно что генералы российской армии говорят вот эти призывники которые вот идут сейчас в армию они абсолютно то есть ну и здоровье и проблемы у них сложности заполнять вакансии в армии из призывников потому что сложно сейчас в России вот то с призывниками и говорит здесь о том что там Петербург Москва ну в принципе другие большие города там еще есть какая-то жизнь но стоит заехать в глубинку стоит заехать в эти поселки в эти деревни это страшно страшно это 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 такая бедность это такая такое пьянство это 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 просто смотреть ну вот глубинка российская это туда стоит поехать чтобы просто увидеть ну давайте так я не собираюсь ехать в глубинку России честно говоря я даже не хочу видеть а я хочу сказать вам по поводу армии что недавно я тут деда прочитал что армия которая стоит на границе с Украиной 40% солдат больны ковидом вот это вот я слышал и что с этими вообще пацанами будет и захотят ли они воевать и захотят ли они куда-то стрелять это очень большой вопрос понимаете поэтому Путин может там конечно махать чем-то но армия-то у него не за деньги воюют они же из-под палки воюют вот поэтому нужно им это не нужно черт его знает понимаете с другой стороны а вот украинцы да украинцы будут воевать за свою землю и причем патриотизм там на очень высоком уровне согласен добровольцы будут защищать свою землю поэтому это будет проблем если русского поэтому мы и говорим иногда если Путин нападет русского солдата нас заставлять то украинцы они пойдут защищаться поэтому это может быть если понимаете и почему я тоже думаю что Путин нападет потому что это это нужно быть это нужно быть просто крах кремлю режим кремля потому что это во-первых одно дело напасть а другое дело что с этим делать дальше понимаете у них просто сил нету контролируется Украину и денег нет в том числе поэтому это такая вот какая-то непонятная ситуация здесь больше наверное это запад делает больше вот этот запад в принципе об этом сама Россия делает и Украина об этом говорит а зачем западу это надо может быть как сегодня сказал Борис Джонсон если вы читали то что это в Киев сказал он говорит наша разведка показывает другое то есть всегда Зеленский его просил сказать ну вот чтобы успокоилось по поводу вот этого вторжения он говорит наша разведка показывает что-то другое может быть наша разведка американская и британская ну просто они видят абсолютно что-то другое чего мы не знаем ну может быть ну то что так по-человечески вы и я вот рассуждая логически это будет какое-то технице самоубийства для Кремля пойти войной сейчас против Украины и экономически потому что санкции будут и вокруг элиты то есть тут сейчас же тут сейчас в принципе вопрос уже решен по поводу того чтобы санкции пошли против ближайшего окружения президента Путина и это ударит конкретно ближайшим людям понимаете да это как раз это вопрос серьезный да потому что Англия первая заявила сейчас в Сенате у нас решается вопрос и о том что даже до вступления в войну России что ввести эти санкции то есть это конечно очень серьезно вопрос только опять таки мы возвращаемся к тому с чего начали когда-то очень давно вообще Путин ли там все решает и кто такой Путин и Путин ли это то есть какое-то там теневое правительство принимает решение все говорят Путин но на самом деле я думаю вряд ли там боятся все-таки таракана когда-то склевал воробей понимаете поэтому сказки все читали и знают значит где-то что-то там сидит посильнее чем какой-то Путин знаете какой-то Золотов там придурок поставленный над дубинками понимаете над дуболомами этими то есть другой там в армии какой-то тоже придурок понимаете везде стоят так посмотришь сборище придурков ну даже не скажешь что какие-то люди там адекватные хотя бы знаете ну был там у них один министр обороны там да кто-то проворовался но тот хотя бы был с коммерческой жилкой хотя бы с каким-то образованием а это же вообще один оленевод другой этот самый слесарь с автомобильного завода гайки крутил ну слушайте ну надо же как-то все-таки подходить знаете и и майор и майор КГБ во главе всего этого безобразия понимаете ну я думаю что там кто-то решает помимо вот этих деятелей Лавров Лавров сегодня уже ничего не решает Игорь тут по-моему в Нью-Йорк Тайм была статья по поводу кто влияет на Путина и там они говорили о трех так сказать группировках которые и в частности говорилось о том что Патрушев Патрушев руководитель Совета Безопасности имеет свою группировку которая фактически борется за властью Ну Патрушев более вероятно достаточно серьезная личность Патрушев да Патрушев серьезная личность кстати мы с ним одну школу заканчивали физико-математическую в Петербурге да значит но тут есть один только у меня нюанс по поводу Патрушева он почему-то был не очень сильно в курсе взрыва домов ведь именно Патрушев прокололся когда он делал заявление по взрывам с гексогеном с этим помните там в Ростове вот и именно у Патрушева получилась какая-то неувязка как будто он оказался не в курсе этого вопроса поэтому конечно может быть тогда другие люди решали этот вопрос сегодня уже прошло 20 с лишним лет может быть сегодня Патрушев и занял это дело может быть кстати на самолете Патрушева кокаин вывозили из Аргентины так что как всегда мафия контролирует и наркотрафик тоже поэтому может быть и Патрушев может быть ну кто-то явно потому что сам Путин ну не верится друзья-то у него тоже как бы смотрите нигде не показывают чтобы Путин был вот с друзьями ну хоть какую-то бы фотографию показали что он там сидит с теми с кем он строил это озеро но ну не жена ни дети с ним не контачат с ним никто не контачат он как чучело как чучело которое вообще ни с кем не контачат чтобы близко к нему никто не подпускали потому что могут раскусить что это не Путин и поднять какой-то крик скандал то есть кто-то его вот как этот самый на веревочках вот эту куклу водит понимаете и фразы которые он где-то кидает или что-то они какие-то как не случайные или наоборот показать что это тот Путин который был вот кидалово это да чтобы показать что это тот Путин который был в 90-е понимаете мы вот смеемся над этим словом а может быть это проработка пиарщиков потому что люди уже давно говорят что это не Путин что это уже все тот сдох а этот новый вот а тут вот на тебе видите вот он из 90-х хотя он не вспоминает своих друзей по ГГБ не встречается с этим кооперативом озера и не видится с детьми и женой бывшей абсолютно нонсенс человек изолированный ну это мое личное мы с вами вот вы уже немножко об этом сказали но я вот плавно иду к этому а вот сегодня Путин сказал нас кинул в запад а мы понимаем что он имеет в виду он сегодня задал риторический вопрос нам что воевать с НАТО понимаете то есть он подходит к этому вот он мы обижены нас обидели вот мы должны сказать ну вот что нам делать нас вот тут вот кинулся а мы должны как-то это за себя постоять ну это подача понятна для страны да в какой-то степени для своей для своей публики и если вы помните на прошлой неделе Кадыров заявлял в своих там твитах в своих речах о том что на месте Владимира Путина он давным-давно забрал Украину да было такое и Кадыров да и Кадыров очень интересно тут как бы во первых на прошлом деле он заявил о том что Россия тратит в каждый год на Чечню 340 миллиардов в курсе из них 142 из пенсионного фонда это же колоссальные деньги это же колоссальные деньги для Чечни чтобы Чечню сохранить теперь смотрите дальше интересная такая ситуация что вот Кадыров который вот там помните ту историю с судьей да бывший судья да значит его жену пришли в Нижнем Новгороде где они жили просто из дома вытащили чеченцы чеченские правоохранители и забрали Чечню то есть и новая газета мы знаем там Муратов да он получил Нобелевскую премию да а в прошлом году главный редактор новой газеты новая газета попросила значит следственный комитет чтобы они открыли уголовное дело по этому поводу вы думаете уголовное дело откроют? нет почему Кремль не может облудать Кадырова? ну видимо все таки Путин его держит как личную армию не очень сильно полагаясь на Золотова и на этого оленевода видимо ему нужна какая-то как цари держали казачьи войска так Путин значит держит вот это чеченское войско думает думает что они ему помогут но если Кадыров увидит что он может сесть в это кресло от Путина там ничего не останется через одну минуту если не быстрее да поэтому как только не будет Путина не будет Чечни при России я уверен то есть весь Кавказ отвалится сразу понимаете тут же надо не сбрасывать со счетов еще Китай Китай может подогревать Путина тоже может ему обещать за вот эти вот столкновения и за все эти войнушки какие-то бенефиты Китаю очень выгодно чтобы Путин влез в войнушку потому что Китай Путин получит по носу а в это время Китай заберет Сибирь он ее уже почти забрал но тут он ее заберет окончательно поэтому для Китая эта войнушка очень и очень нужна и они будут ее всячески подогревать поэтому китайцы могут сливать какую-нибудь там якобы секретную информацию тем же американцам немцам Джонсону и прочим понимаете разведка же работает не только на получение информации но и на дезинформацию поэтому эта дезинформация может идти с той стороны все сложно мы владеем одним процентом информации которую получаем из открытых источников а что там делается на самом деле вообще никто не знает я думаю Байден не знает и Джонсон не знает правду им говорят или неправду откуда это все получено так что все может быть конечно Путин может в Донбасс может влезть слишком он сейчас туда уже нацелился может и что вам сказать санкции его ну как бы конечно алло да да я санкции санкции его конечно каким-то образом волнуют но не сильно опять таки потому что то что я сказал я не вижу чтобы это был тот Путин которого друзья вот эти все ребята из кооператива озера и которые якобы его держат то есть он или его кураторы держат этих ребят на коротком поводке вот и санкции ну будут санкции ну и что Путину от этих санкций опять таки с ним будут разговаривать обсуждать эти санкции ну ведут против него лично санкции ну не приедет в Америку так он в нее никогда в жизни не приедет в любом случае но в G7 его не приняли не примут и никогда не примут во первых потому что Россия уже ну не входит в состав таких стран которые имеют такую промышленность там полтора процента мирового ВВП вообще в этой стране о чем мы говорим какая G7 знаете там Сингапур скорее войдет и не знаю все может быть все может случиться вот Китай Россия Америка всегда вот эти три страны этот треугольник может быть знаете как вот он может двигаться туда и сюда перевес может идти из одного угла в другой поживем увидим я думаю что да я думаю что да потому что ему с Кадыровым не справится он ничего не может с Кадыровым сделать во первых чеченские войны закончились фактически пройгрышем Россия не справится Российская армия не справится с Кадыровым его армия ну смотрите а что в Чечню не ходила Российская армия уже пару раз ну и что у нас было две чеченские войны и что чем-то хорошим они закончились я не думаю что сегодняшние солдаты российские где набрана половина молодежи которые уже Путина откровенно ненавидят что эти ребята пойдут куда-то там воевать знаете они могут и перебежать другую вообще убежать в другую сторону знаете даже как в Украину если их пошлют воевать то я думаю что поток этих самых дезертиров на украинскую территорию будет достаточно большой на них рассчитывать достаточно сложно на сегодняшнюю российскую армию я думаю да там может быть техника какая-то есть там что-то пушки стреляют но но это там нет идей за что бороться сегодня там в армии 20-18 летние парни которые ходят на демонстрации ходили на демонстрации за Навального ну пускай там конечно можно из деревень там кого-то набрать но они же из городов-то тоже берут из Москвы из Ленинграда с Ростова там и прочее да и ведь смотрите вот сейчас Навальному например сказали ему обвинение сделали в терроризме ему сегодня отказали там снятие с него звания террорист номер один потому что якобы он своим сотоварищем в тюрьме значит рассказывает о вот этих всех ворах и о том что творится в правительстве достаточно одного человека чтобы вся тюрьма знала правду так же и в армии достаточно одного солдата из Петербурга или из Москвы который расскажет что вообще в России творится который читал интернет в отличие от деревенских там парней из какого-нибудь там не знаю Лану Дэй или еще где-то дальше там черт его знает какие там города вот потому что показывали когда Донбасс там очень много ребят было явно с севера там Коми какие-то республики видимо значит достаточно очень небольшого количества в каждой части образованных ребят которые смогут рассказать что происходит так что армия сегодня я думаю что она не такая монолитная и крепкая и никуда она там на Берлин не пойдет или на Киев совершенно может все случиться наоборот а уж идти воевать в Чечню где будут им горло резать да вы что да никогда я думаю что Путин это понимает они все там прекрасно понимают что у них происходит они берут количеством сейчас вот этих вот дуболомов значит с дубинками которые по улицам могут бегать но потому они бегают потому что они знают свою безнаказанность если бы они знали что им могут голову отрезать по пути домой они бы уже так не бегали так что тогда зачем тогда зачем Игорь вот все таки Россия подогревает подогревает этот ажиотаж вопрос укрепить вы видите собирает войска в Белоруссии тут за Черноморский флот там вышел на учение в Январе это же это же ну холодное время года и для учений и смотрите Лавров заявил о том что решение будет за Путиным то есть они как-то для России это серьезная последствия потому что рубль падает тут уже инвестиционные фонды в данном случае английский известный инвестиционный фонд заявил о том что они продают акции Сбербанка это естественно что отражается будет отражаться и на российской экономике то есть здесь такой вот гамбл по-английски такая игра идет и может быть Россия а Россия играет в эту игру она думает что каким-то образом получить какие-то дивиденды все-таки что-то все-таки смогут запада вытащить может быть вот эта система вот это они стараются сделать что-то здесь все-таки идет игра конкретно идет игра судя по тому что вот эти даже письма то что разошло на всем странам значит но здесь вы правильно говорите что идет подогревание то есть естественно создается ажиотаж кстати одну фразу я хотел пока не забыл сказать вот Лавров для тех кто понял он сказал что решение принимает Путин это он с себя уже старается снимать ответственность за все эти безобразия то есть он хочет отмежеваться чтобы там и не под санкции не попасть и в Гагу потом не угодить за то что он при этом деле участвовал то есть вот так это скромно сказал президент принимает Путин принимает решение мы ему передадим а он принимает решение а я тут ни при чем умывая руки но Лавров все-таки умный мужик ничего не скажешь да хотя непорядочный в последнее время потому что подыгрывает Путину во всех этих играх ну ладно бог с ним да смотрите ну вот этот ажиотаж им нужен потому что я вам скажу честно сегодня разговаривали с Питером да у меня жена разговаривала там с кем-то из подруг там говорят в Ленинграде в Ленинграде в Питере да для меня в Ленинграде значит что там уже в магазинах творится кошмар там уже люди в открытую матерятся что что творится понимаете то есть а продуктов уже брать неоткуда там идет все к полнейшему краху там экономика идет в крах то есть может быть единственное что видя что со страной уже ничего не сделать и не повернуть и не восстановить знаете остается только взорвать корабль ну что как гордый варяг пустить на дно знаете а самому самому куда-то якобы якобы умереть там и все то есть какой-нибудь уже двойник Путина уже готов лечь в гроб да и сыграть как говорится предварители дворянства то есть может быть под фанфары загреметь может быть это тоже цель кто знает потому что со страной действительно хана полная хана знаете я еще как-то думал нет но я я читаю очень много российских соцсетей в том числе ну как читаю проглядываю по крайней мере заголовки там и что то действительно очень-очень очень сильно сейчас именно вот у людей обеспокоенность по поводу еды по поводу сцен сумасшедшие цены на все выросли вот и ну им с этим не справиться денег взять неоткуда деньги уходят утекают и может быть действительно как говорится может быть запад поэтому и волнуется что просчитали это или может быть есть какая-то информация которой мы с вами не знаем и поэтому запад сейчас сполошился что путин может запустить бомбы во все 57 стран куда он письма послал типа ребята вы нам не ответили а вот получите томагавка или как они у него там называются армады там не знаю какие-то ракеты местные да черт его знает может быть он решил сыграть под фанфары а потом скажут что ракета прилетела в резиденцию Путина откуда они из Финляндии или из Эстонии ну народ поверит а что делать покажут им большую воронку на месте резиденции и все и скажут да вот проклятый запад теперь мы сдаемся да но все уже разбежались ну мы гадаем на кофейной гуще понимаете я просто как вам сказать как писатель фантаст рассуждаю на свободную тему да ну мне очень трудно это представить потому что понимаете все таки какой бы ни был Путин он националист однозначно и он любит он любит Россию то есть он любит свою страну и как ни говори все таки что-то он делал для своей страны и вот так вот пустить свою страну под откос это конечно будет ну это абсолютно не будет не ну с точки зрения этот человек любит страну он хочет процветания для ней он не хочет уничтожения просто здесь вот эта игра очень опасная понимаете здесь что интересно здесь же Англия заявила конферкансы тут идут санкции личные на на тех кто участвует и на детей и на семь а это очень серьезно я когда учился я вам рассказывал я учился в Оксфорде свою диссертацию защищал там и там я иногда вечером я там жил занимался и иногда вечером я просто ходил прогуляться просто мозги свои там очень сложно все было мозги свои почистить так сказать может быть куда-то пойду покушаю вечером и я был удивлен в Оксфорде идя по улице я везде слышал русскую речь в Оксфорде я могу остановиться и спросить откуда вы как вы кто вы я был поражен количеством молодых людей в Оксфор попасть очень сложно это одна из самых красивых школ в мире и я смотрю эти русские ребята школьники школьного возраста я говорю ну как вы сюда попали а они значит это за большие деньги они занимаются в специальной школе подготовительной вот из этой подготовительной школы и у них намного легче шансов попасть в Оксфорд потому что там сказать ну свои классы там их уже кто-то из профессоров Оксфорд преподает то есть у них есть определенное это очень дорого стоит и их очень много было там очень много поэтому очень интересно то что там и родители были мамы и когда я спрошу откуда вот из глубинок ну скорее всего вот это дети элиты и если начнутся вот это наказано детей как раз у элиты дети за границей понимаете вот поэтому это это пострадает ну элита на то она элита чтобы быстро реагировать понимаете если у Жириновского все дети в Швейцарии а Швейцария нейтральная страна и давайте так все друзья Путина которым сегодня под 65-70 ихние дети уже выросли уже ихние дети детей это уже внуки на внуков продлевать которые уже имеют другие совершенно фамилии и другие дела продлевать на внуков это достаточно сложно и в общем это уже незаконно как бы да каких-то ближайших членов семьи это одно а на члены семьи у них уже 40-летние взрослые дети которые уже сидят в России на теплых местах вы примерно я думаю знаете там кто где сидит и у Патрушева сын сидит у всех сидят сыновья уже в правитель в правлении крупных корпораций вот им уже практически эти санкции ну да может быть грозят но может быть им уже этот Лондон приелся они уже там все объездили и обнюхали им уже подавай там сегодня какие-нибудь сафари в Африке или там Латинскую Америку еще что-нибудь там где их будут ждать с распроцертыми объятиями если они деньги везут на своих самолетах вот а и в Европе тоже хватает горнолыжные курорты есть Швейцария есть такие нейтральные всякие страны Австрии и прочее да вот так что ничего переживут но еще раз говорю что вопрос решается вот эти отпрыски все они не так сильно я думаю что верхушку кремлевскую интересуют все-таки своя рубаха ближе к телу и вопрос сегодня о себе самом любимом что делать дальше потому что если сейчас Россия рванет то и с вилами бабы пойдут на улице потому что жрать нечего никакие дубинки не помогут потому что в этих дубинах те же самые матери дома сидят они из этих городов в Москве может быть да там дуболомов прислали с регионов но в регионах то сидят дуболомы те же самые которые живут в этом городе понимаете и если московские могут пойти лупить женщин там сапогов в живот то в регионах этого дела не пройдет смотрите как долго этот где у нас этот был ну в Сибири там далеко был этот город все бастовал вылетел из головы Хабаровск что ли или все там губернатора где арестовали да целый год они там ходили и что и ничего не трогали их фактически так потихонечку где-то подщипывали вот но извините меня дубинками не молотили не было такого потому что в этих городах эти дуболомы они местные вот так что и эта страна может подняться эти бунты могут начаться и что ты туда армию пошлешь ну можно конечно попробовать но сегодня извините меня не Советский Союз и не 50-е там 70-е годы когда можно было стрелять в народ это уже никто не простит на Западе это уже может быть серьезно так что сейчас уже формула выработана посмотрите Беларусь там как мы старались ничего не получили всех этих кандидатов пересадили в Тюрьме чтобы Запад идеи разные разные идеи доктор разные идеи а что Казахстан между прочим вопрос решил они Назарбаева скинули элиту Назарбаевскую скинули Казахстан вопрос решили почему говорит что там не удалось там удалось потому что там был бунт как раз то голодный бунт там был бунт за цены на газ а они там все на этом газу жарят парят и отапливаются да так вот там вот это то чего как раз сейчас Путин может бояться что вот эти вот голодные бунты они самые страшные ты их не остановить потому что там весь народ пойдет Беларуси они живут припеваючи у них все есть у них деньги есть они кое-как там выживают ну эту бульбу свою жуют и с кожурой вместе ничего страшного у них были протесты против выборов у нас украли выборы да ай-яй-яй ну украли выборы да ну будет сидеть батька еще раз там да вышло много народа вот если сейчас там жрать будет нечего они выйдут по-другому совершенно и солдаты и полиция выйдет с ними уже вместе голодные бунты самое страшное и если Путин предвидит эти голодные бунты то он может действительно угрожать западу серьезно но не только украине а всем видите он сейчас 57 государств послал письмишко вот и может быть то о чем мы сейчас говорим и Джонсон и Байден все это из своих разведисточников получили и может быть сейчас поэтому им интересно что там за ракеты стоят у Путина готовые к запуску поэтому они ему говорят давайте мы вам откроем Польшу и Румынию а вы нам покажите парочку ваших мест которые нас до которых наши разведчики еще не шпионы наши еще не добрались нам бы вот туда заглянуть бы да вот все может быть Украина в данном случае чисто предлог Игорь если следуя вот этой логике что он больше всего боится бунта Кремль боится бунта голодного бунта в России а разве война не усугубит это разве война не поведет точно к этому бунту потому что там кроме кроме того что не кладки продуктов там вдруг придут дети придут в церковых гробах это может быть секрет это намного хуже это все просто прибедит за смотрите это разные вещи во первых гробы которые придут за гробами встанет 20 человек это разные дела и встанут они где нет на кладбище и больше будут плакать чем воевать окей да гробы придут а может и не придут крематории поставят на месте будут только присылать эти самые похоронки и будут 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 матери плакать в одиночку на кухне вот понимаете война будет идти ну если она будет совсем уже капитальная так это уже тогда грохнут сразу со всех сторон и тогда уже некому будет там бунтовать вот а если война которую он хочет может быть развязать где-то на окраинах там украины или еще что-нибудь там болгарию может потянуться куда угодно финляндию вот то эту войну народ и не заметит но зато будет введен режим военного времени а соответственно во время военного времени трибунал расстрел на месте и так далее могут придумать все что хочешь в этой стране могут придумать все что хочешь знаете если у них сегодня нет смертной казни завтра они ее за два дня установят и будут решать вопросы очень быстро тройки будут как было три человека решили расстрелять и расстреляли и все законы военного времени могут быть так что мы не знаем сегодня, но может быть все таки действительно запад имеет какую то более информацию серьезную чем мы с вами читая все вот это но то что накал идет все понимают но дыма без огня тоже не бывает значит что то где то есть да у Путина там 100 тысяч армии которая наполовину больная и в принципе ничем сильно не подкрепленная но это не ударная сила, может быть он на другое рассчитывает, может быть он действительно рассчитывает куда не что-нибудь зафигач смотрите Карибский кризис решался не солдатами, а решался ракетами и подводная лодка как вы знаете должна была сыграть, чуть было не сыграла триггером для третьей мировой войны чудом что она всплыла и чудом что один человек отказался подписаться под запуском ядерной ракеты в сторону Америки знаете тогда в 62 году вот и никакие армии там где бы они не стояли тогда в Советском Союзе армии стояли везде там вдоль границ ровными рядами знаешь а решилось все по другому сейчас Путин подводный флот очень сильно развивает и может быть именно на него у него ставка а Украина это так отвлекающий маневр знаете а завтра всплывет 10 подводных лодок напротив Нью-Йорка и скажет вам ребята приготовьтесь понимаешь никто не знает чем это может закончиться вот подлетное время от подводных лодок из нейтральных зон вот это подлетное время короткое но об этом почему-то никто сейчас не говорит и никто не считает подводные лодки у Путина сколько их там и сколько там ядерных зарядов у него хранится знаешь да они у него ползают по всему миру и он кстати постоянно их гоняет туда-сюда там и на Кубу и обратно не хочу новые подводные лодки регулярно выпускаются то есть выпускаются в России а подводный флот в России конечно он развивается это одно из самых сильных наверное оружий российской армии это атомный подводный флот ну правильно а у Германии помните подводный флот Германии ведь Путин все у Гитлера все перенимает в основном очень много да подводный флот Германии фактически ползал везде и как говорят даже в Антарктиду где-то там в итоге уплыла какая-то подводная лодка то ли с Гитлером то ли с ближайшим окружением значит Путин очень хорошо изучает я думаю изучил то что Гитлер придумал вот и подводный флот Германии очень сильно бомбил и конвойные вот эти конвои с продовольствием и с оружием которые шли по Северному морю вот и везде они были и в итоге они до Аргентины добрались эти подводные лодки да а у Путина да подводных лодок много и сколько их в итоге спущено никто не знает ну может быть кто-то знает может быть этого и боятся может быть поэтому с ним и ведут переговоры что понимают что видите они же там в свое время пугали они говорили что неуправляемая подводная лодка может просто идти и прямо вот нацеленная например там на Нью-Йорк да и когда она взрывается где-нибудь здесь то волна взрывная просто смоет полгорода знаете вот такую одну там на Нью-Йорк другую на Торонто третью на Вирджинию четвертую на Флориду и прочее не так много надо вот но они могут подойти близко потому что там нейтральные воды у Флориды нейтральные воды проходят между Америкой и Кубой они посередине там вообще 30 километров эту Флориду смоет как не знаю как бы к овцу вот так что очень может быть что весь этот блеф имеет под собой какое-то обоснование и может быть действительно Байден знает и поэтому они пытаются с Путиным что-то говорить другое дело что если Путин уже приготовил то сейчас он просто ну ждет момента на какую-то провокацию вот сейчас 57 стран ему не ответят видите вот этот финский значит президент сказал что мы просмотрим просмотрели это письмо сейчас досконально дословно скажу что он сказал наши чиновники пробегут письмо глазами и будут наблюдать как на него отреагируют другие страны то есть опять Путин ничего не получит на свое письмо из 57 стран они на него пробегут глазами тоже может быть как триггер ах вы не хотите со мной разговаривать ах вы такие ах мы сейчас Финляндию сотрем с лица земли к черту и все знаете почему нет тоже может быть ему любая страна годится Финляндия же не член НАТО с ней можно делать что угодно она не член НАТО и туда не надо такие войска посылать как это самое Финляндию можно бомбануть за два раза вот поживем увидим но не думаю что очень долго это будет тянуться потому что не в интересах Путина на любое если ты достал нож то надо резать вот если уж говорить по бандитским правилам да так что а он уже ножи достал если мы подытожим то о чем мы с вами говорили в принципе я с вами заставался на вот те силы что мы сейчас видим реально этого недостаточно для того чтобы захватить полностью Украину то есть это мы понимаем и это мы трактируем значит что мы тоже понимаем сейчас чисто логически вот что мы просто вот смотря со стороны имеем вот эту информацию что мы имеем и мы можем сказать что для интервенции этого недостаточно поэтому мы сомневаемся что это будет и с другой стороны что мы сейчас приходим к выводу что вполне возможно вот этот ажиотаж со стороны запада в одном случае в стране Англии Америки по поводу вторжения вполне возможно что они знают больше чем мы знаем и поэтому они вот об этом так активно говорят это это один момент другой момент это Байден это делает для того чтобы ну так сказать прикрыть вот эти проблемы дома инфляция значит все остальные проблемы которые здесь заметят таким вот образом говоря о интервенции я думаю что это вряд ли потому что потому что американцы в своем большинстве вообще не знают где там Украина и что там происходит а какие-то дела но я не думаю что Байдену надо прикрывать показать себя отвлечь внимание от афганистанской вот этой вот ерунды значит отвлечь внимание от Афганистана может быть но тоже не знаю не думаю что Байден понимаете Байдену ладно может быть надо отвлечь но извините у Джонсона хватает дел внутри чтобы сейчас отвлекаться наружу у Джонсона там импичмент ему грозит у него вообще там очень и очень плохая ситуация а он будет заниматься вот этими вопросами кататься в Киев понимаете вот то есть поэтому поэтому и Франция тоже самое у Макрона 4 месяца до выборов а он с Путиным играется и собирается ехать в Москву на переговоры которые могут привести к фиаско ничего не дать да представляете после после поездки Макрона например где-то взорвется там скажем в Финляндии или в Болгарии или в той же Украине или еще где-нибудь вот получается так что алло алло да 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 я с вами да в заключение я хотел чтобы вы немножко рассказали о вашем публике и как подписаться ну очень просто наш сайт называется нашдом.юс английскими буквами наш как наш дом как дом .юс у нас есть там все новости там есть подписка на любой странице на любой статье новости у нас рассылаются днем в районе часа дня у нас самый большой заход на сайт происходит в это время поэтому иногда заклинивает ну мы стараемся увеличиваем мощности вот и все новости вы получаете по все новости вы получаете по категориям там по разделам отдельно США отдельно Россия отдельно Белоруссия и так далее вот зайдите посмотрите нашдом.юс ну и там есть у нас есть и бизнес каталог там и он же есть каталог этот существует отдельно для тех кому хочется в телефон поставить или пользоваться там по всей Америке у нас бизнесы постоянно пополняется называется кто там .юс или через наш дом туда же можно зайти в частные объявления тоже самое там у нас бесплатные и бизнес каталог бесплатный все бесплатно и новости бесплатные вообще все дар вот кто там это это в любой точке Америки вы можете на титул с киричным гидростью все правильно попробуйте возьмите какой-нибудь там бизнес ну не знаю не бизнес просто там категорию какой-нибудь ресторан например посмотрите ресторан например не знаю Сан-Франциско Чикаго там любого городка вот или просто возьмите какой-нибудь захудалый штат где наших почти нету не знаю там ну так навскидку Алабама какая-нибудь что-то посмотрите что там есть потому что в принципе у нас вся Америка заполняется постоянно все новые бизнесы заполняются и сами бизнесмены заполняют и наши работники заполняют так что пополнение идет каждый день ну вот 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 да замечательная справочка и конечно и замечательная публикация наш дом точка и уэс прекрасным названием Игорь большое вам спасибо как всегда очень интересно спасибо за то что вы освещаете и я советую нашему радиослушателю еще не подписываться обязательно на наш дом точка и на кто там точка и уэс прекрасная публикация спасибо всем кто нас слушал через пару недель мы вас снова пригласим большое вам спасибо 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 вам спасибо всем всего доброго